Северодвинск Это не Новый Орелиан, а Северодвинск, 11 часов вечера. Мальчик решил продемонстрировать свое музыкальное искусство. Правда, исполняет отнюдь не джаз, и в руках у него вовсе не саксофон, а предположительно отечественный Горн. Поэтому через несколько минут сольного выступления из дома напротив зрители попросили на бис не выходить. Где родители скучающего ребенка неизвестно, а между тем такие концерты могут привлечь сотрудников полиции. Но вместо аплодисментов исполнитель в награду получит протокол. Такое заключение дали дети. Для них приезд пожарных во двор стал событием дня. Загорелись жигули. Все произошло настолько внезапно, что сидевшие неподалеку пожилые люди даже не успели увидеть, как вспыхнул огонь. Мы сидим вот здесь на скамеечке. Вдруг дым. Ни взрыва, ничего, только дым. Мать честная, машина горит. Ну что, машина горит? Мужчина выходил с мусором, увидел дым идет. Мужчина ведром поливал из лужи, вот из этой поливал ведром. А что ведром, когда он, ну скорее вызвали машину. Однако старый ВАЗ спасти не удалось. По словам местных жителей, владелец автомобиля за своим имуществом давно не следит. У него есть другая машина. По предварительной версии, причиной возгорания мог быть поджог. Экономия должна быть экономной. Так рассудили два молодых человека 94-го и 96-го года рождения. И в 8 утра отправились в хозяйственный магазин. Сломали дверной косяк, а затем проникли внутрь. Однако пакет с похищенным имуществом унести далеко не смогли. Были задержаны сотрудниками вне ведомственной охраны по горячим следам. Материалы дела переданы в следственный отдел полиции. Около трех часов ночи в Северодвинскую службу спасения сообщили. Из соседней квартиры идет сильный запах газа. По предварительной информации, там находилась женщина. Но на звонки в дверь никто не откликнулся. Спасателям пришлось попадать в помещение на третьем этаже через окно. На кухне рядом с открытой комфоркой они обнаружили женщину без сознания. Пострадавшую доставили в больницу. По предварительной информации, она пыталась покончить жизнь самоубийством.